11.06 в Кирове. Сегодня среда и это программа «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Олег Польхаренко и Светлана Занько в студии. Добрый день всем. Добрый день. У нас тема сегодня по мусорному кругу, как вятки работает переработка вторсырья. Но, естественно, говорить мы будем не только о текущем состоянии, но и о перспективах. Что у нас планируется и вообще есть ли экономическая целесообразность, есть ли инфраструктурная готовность для того, чтобы вторично использовать материалы, которые уходят на обычные полигоны. И в гостях мы сегодня пригласили министра экономического развития Кировской области Наталью Кряжеву. Добрый день, Наталья Михайловна. Добрый день. Лев Калашников, автоэксперт и экоэксперт. Прошу прощения. И так как он занимается переработкой шин. Добрый день. Я говорился не случайно. И Олег Ефремов, производитель полимер-песчаной плитки. Добрый день. Это наши бизнесмены. Это наш бизнес. Во втором части к нам присоединится Олег Касин, управляющий партнером международной юридической компании Касина Партнера. У него есть свой опыт. Было намерение создать бизнес как раз по переработке. Оно не реализовалось. И Олег нам расскажет о своем пути. Что стыковалось, а что нет. И, внимание, по телефону с нами очень серьезные эксперты. Владимир Мацук, генеральный директор компании «Мекополис Ресурс». Это тот самый единственный в стране крупный завод по переработке батареек в Челябинске, на который мы все время ссылаемся и говорим, что никак довезти до Челябинска не можем. Все батарейки собраны в нашем регионе. С нами на связи будет Максим Лобанов, генеральный директор корпорации «Экополис». Это представитель крупнейшего в России завода по переработке бытовой техники. Совершенно свежий новый завод в Москве. Постараемся связаться с Олегом Жоховым, председателем совета директоров «Макгрупп», владеющим крупнейшим в России полигоном по переработке мусора. А также это человек, который построил, опять же, крупнейший в России завод по переработке пластика в Нижегородской области. Совершенно современное производство. Олег Викторович сегодня в пути, и мы постараемся его вывести на связь. Надеемся, это получится. Также с нами на связи будет Константин Гончаревич, руководитель компании «СИТЭК». Константин едет в Сыктывкар. Мы тоже его будем стараться поймать в зоне, где ловит связь. В общем, мы пригласили экспертов, которые абсолютно точно сведущие в этой сфере. И поскольку Наталья Михайловна Кряжева с нами в первом части только мы, естественно, начнем с того, что изучим опыт Льва и Олега в области переработки в торг сырья, для того, чтобы можно было обсудить те вопросы, инициативы и проблемы, которые мы видим сейчас в этой отрасли, которые, может быть, мешают, и что хотелось бы изменить, обсудить, взять на карандаш для того, чтобы в дальнейшем продолжить работу. Ну, давайте начнем с вашего опыта. Лев, я обращаюсь сейчас к Ольгу Калашникову, эксперт переработка «Шин». Где находится ваше производство? Сразу обозначим, где находится ваше производство. Наше производство находится в Хакуе. Это Новоавиатский район. Что оно из себя представляет? Мы занимаемся утилизацией шин механическими способами. То есть это надрабление, измельчение и получение крошки резиновой. Которая? Которая дальше идет на благоустройство территории. Например? Детские площадки, спаркомплексы, беговые дорожки. То есть я правильно понимаю, что вы не просто производите крошку эту, но еще и делаете какой-то продукт из нее? Нет, пока только крошку. Пока только крошку и ей отсыпаются уже площадки? Да, все верно. Куда еще может использоваться? Где еще может такой продукт использоваться? Ну, он используется в набивке спонт-инвентаря, боксерской огруши, маты, в дорожном покрытии, в асфальт идет. Ну и ряд еще применений можно найти. Так, хорошо. Олег Ефремов. Полимер песчаная плитка. Где находится ваше производство? И что конкретно вы производите и из чего? Ну, сейчас мы располагаемся на территориях Наградского механического завода. Начали работать здесь, в Кирове, с 2009 года. Приняли опыт из Сибири, город Орск. И с партнерами купили там оборудование, начали работать здесь. Оборудование российское? Российское, да. Что это за плитка? Из чего она производится? И где вы берете сырье? Ну, сырье исходное мы раньше делали сами. Сейчас мы его покупаем у переработчиков. В основном сырье это песок 75%, 25% это отходы упаковки и полиэтилен. Это какой-то особый полиэтилен? Ну, то есть, кто вам его поставляет? Люди, которые профессионально занимаются и отбором, сбором и сортировкой? Или это любой полиэтилен может быть? Это, да, специальные люди. Вот вышеупомянутый Константин Гочаревич, его компания. Тоже мы с ней работаем. Это подбутылка? Нет, нет, это не подбутылка. Если вдаваться уже в маркировки, так сказать, это полиэтилен высокого давления, низкого давления. Это пищевая пленка? Пищевая пленка, упаковочная пленка, стреч-пленка и вот подобные материалы. А вашу плитку в Кирове можно найти где-то? Увидеть на дорожках? Конечно. В основном это садоводы, потребители у нас, входные группы в магазины. Ну вот этот очень важный вопрос. Мы вчера обсуждали, конечно, с Олегом, как выстраивается эта цепочка, и важно её на самом деле озвучить. Во-первых, не весь полиэтилен и не вся упаковка. К ней, к этому материалу есть определённые требования. Вы, насколько я знаю, Олег, принимаете этот материал от порядка четырёх поставщиков в Кирове. Примерно четыре компании существуют, которые собирают этот полиэтилен. Четыре-пять, да. И вы рассказывали, что одним из крупнейших поставщиков этой упаковки и плёнки является, например, система Globus. Правильно? Ну да. Система Globus. То есть это напрямую идёт чистая упаковка. И сколько этого материала поставляет, например, система Globus? На данный момент, конечно, не могу сказать. По информации двухлетней давности, это порядка 30-40 тонн. 30-40 тонн в месяц. Только одна вот сеть. Можно себе представить, сколько этой упаковки и плёнки от других сетей поставляются. И на выходе, что вот вы принимаете эту упаковку и плёнку. Дальше что с ней происходит? Компании, которая занимается переработкой и занимается её сбором, переработкой, и делают из неё материалы, называемый агломерат, который уже закупаем у них мы и производим свою продукцию. Этот агломерат не требует для того, чтобы его создать, не требует создания завода какого-то, да? Что из себя такое производство представляет обычное? Это сортировочная площадка. Большая, наверное, раз такое количество. Большая, да. Достаточно. И станок, сам станок, агломератор. Ангар – большая сортировочная площадка, складские помещения большие. Обязательно, да. Раз такие десятки тонн приходят, да, и сотни тонн приходят этого материала. И дальше какой-то элементарный станок в ангаре, который перерабатывает, агломерат выходит. Ну, вкратце, да. Транспортная доступность, естественно. Ну, «Глобус» ведь поставляет не агломерат. «Глобус» поставляет полиэтилен, и он измельчается уже вами или какими-то компаниями. Вот этими четырьмя компаниями промежуточными, которые собирают, вырабатывается агломерат, которые ходят уже Олегу на производство. И дальше производится плитка, черепица, говорили. Бордюр. Бордюры. Сайдинг цокольный. И любые другие напольные элементы, кровля. Этот материал, который вы выпускаете, чем отличается от подобного же продукта, изготавливаемого из другого материала? Где там аналоги? Ну, наш прямой конкурент – это плитка из бетона, цемента. Плюсов, конечно, и у тех, и у тех продуктов есть. Чем вы отличаетесь? Мы, да. Ваш продукт? Позиционируем себя как положительной стороны. Наша плитка сделана из композитного материала. То есть она не ломается, не бьется, не колется. Она не скользит. Она не передает себя в воду. То есть на ней не образуется ни грибок, ни другая какая-то посторонняя... Гадость. Гадость, да. Ну и требует... И она, соответственно, наверное, тогда, раз качество выше, она, наверное, дороже в цене или нет? Как формирует эту цену? Сначала она была дороже, но потом мы стали ее цену снижать и держать на уровне наших бетонных изделий. Бетонных. По какой причине? Опять же, сбыт. Покупательская способность. Да, падение покупательской способности. То есть покупатель выбирает, что подешевле, несмотря на то, что характеристики материала в долгосрочной перспективе позволяют как раз сэкономить средства. Я правильно понимаю, у нас просто используется в компании, где я работаю, люки, камер тепловых, в том числе люки водопроводные, делаются из песчанополимерной смеси. Вот как раз это то самое, да? Да, это то самое, как раз то же самое. То есть это вещи, которые точно не украдут и не сдадут в чермет, и в то же время они достаточно прочные для того, чтобы их использовать еще и в этих целях. То есть вот компании, в которой ты работаешь, крупные, выбирают материал, который как раз обладает этими свойствами, а потребитель широкий, вы говорили, дачники, они все-таки ориентируются на дешевый сегмент, несмотря на качество, которое дает им вот этот продукт. И поэтому я понимаю, что это тормозит развитие бизнеса, потому что, ну, раз цену невозможно держать в соответствии с затратами на производство, пока что это не очень востребовано. То есть маркетинг, прежде всего. Маркетинг и сознание потребителя здесь вот мешают. Давайте вернемся к шинам. Олег, Лев, у вас как процесс построен? Начиная от сбора сырья, дальше до площадок и переработки. Ну, процесс очень непростой. В принципе, был изначально. Да, мы сейчас прервемся на непростом процессе и через буквально полминуты продолжим у нас перерыв. По мусорному кругу, как в Вятке работает переработка вторсырья. У нас сегодня тема разворота на бизнес, и мы остановились на том, что спросили Льва Калашникова, экоэксперта, который занимается переработкой шин, как выстроена цепочка от логистики, от поставки сырья до конечного продажи конечного продукта? Ну, началось все, в принципе, вообще с того, что мы начали искать площадку подходящую для того, чтобы было удобно завозить туда сырье и производить саму переработку. Мы с компаньоном искали ее порядка трех месяцев. Ну, по логистике здесь пока что проблем нет, то есть люди о нас уже знают, люди нам уже начинают завозить покрышки, осознанно уже подходят к утилизации данных отходов, потому что их сейчас нельзя заваживать на полигоны. А кто-то кому-то платит? Если частное лицо привозит БУ покрышки к вам, он получает деньги, вы от него получаете деньги, или вы принимаете бесплатно? Ну, объясню, значит, изначально у нас с компаньоном была стратегия бизнеса такая, то, что мы от частных лиц принимаем покрышки бесплатно. А от юрлиц? А от юрлиц за несущественные деньги, скажем так. То есть для того, чтобы у них не было проблем с логидацией? Чтобы не было проблем, да, и чтобы по карману бизнеса, скажем так, это не сильно не било. И кто все-таки основной поставщик ваш? Частные лица или юрлиц? Основного нет, а если по объему смотреть, то, наверное, все-таки больше организации. Так, покрышки поступают к вам на предприятие. Дальше что с ними происходит? Дальше они сортируются и предварительно обрабатываются. То есть они нарезаются на части и в дальнейшем уже поступают в машину, где отделяется металлический корм и текстильный. На выходе получается у нас металлолон, текстиль для утепления и сама резиновая крошка. И вот здесь очень важно нам отметить, где основные в этих процессах, где основные проблемные зоны. Первая зона мы видим, видим сбор покрышек. Я до сих пор, например, как автомобилист, не понимаю, куда я везу свои покрышки, если что. Я не знаю, а я представляю, какое огромное количество собирается. Кроме того, что я вижу, что они у нас попали с садником. Я так машину купила, ни разу не меняла. Или не сдавала никуда. Не сдавала пока еще. Разбросаны еще где-то эти покрышки. Кто-то и где-то складируются на полигонах до сих пор. Это первое. Второе. Мне кажется, что это сложность, когда собираются с огромного количества поставщиков. То есть, ну, это сложно. Непонятно, где система сама. Когда-то густо, когда-то пусто. Нет четкого понимания, какой объем ты получишь в этом месяце. Третья площадка удовлетворяет ли, да? Ну, вот скажу как. И спрос. Да, я занимался автомобильным бизнесом два года, да, грузоперевозками. И за два года у меня накопилось порядка 40 единиц грузовых шин. Ну, это достаточно большой объем. И вот задался вопросом их утилизации. И здесь вопрос такой очень острый. Потому что полигоны их не берут. В состав такого их также нельзя складировать. Вот, и, собственно. Поэтому и бизнес появился. Поэтому бизнес появился, да. То есть, здесь как со стороны экологии, да, для поддержания, так и со стороны бизнеса. А насколько это оборудование уникальное? Или насколько оно дорогостоящее для того, чтобы начать заниматься переработкой шин в крошку? Ну, оборудование, да, оно не дешевое. Потому что там техпроцесс заключается в полной автоматизации. То есть, там минимальный, ну, исключен человеческий фактор. То есть, там оно безопасное, как и для экологии, так и для того, кто на нем работает. Оборудование наше или импортное? Отечественное? Отечественное, да. Оборудование отечественное. Давайте все-таки пройдемся по этим вот проблемным зонам, которые я вижу. Может быть, их нет. Итак, сбор, поставщики, территория, на которой складируется. Потому что шины тоже очень объемные. Достаточно ли эти территории? Требуется ли там расширение? Как вы говорили, что искали там три месяца. Ну, в общем, видимо, не очень долгий срок. Как избыт? Ну, по территории, пока работаем с колес, скажем так. Территории хватает. То есть, вот что пришло, то перерабатывается сразу? Да, да. То есть, там площадка у нас есть небольшая. Там машина туда заходит, выгружает. Мы закатываем помещение, начинаем сам процесс утилизации. Теперь сбор все-таки. Есть проблемы в этом? По сбору? Что каналы такие разнонаправленные? Нет системы? Ну, сбор, конечно, тут проблема, да. То есть, пока нам клиенты сами возят, но это большие объемы, понятно. А клиенты кто? Организации. Организации, транспортные, например, организации. Да, транспортные предприятия. Частные лица не очень? Пока не очень, но уже у нас есть группа ВКонтакте. Там люди добавляются, уже смотрят. Через группу ВКонтакте собираете? Не через центры приема шин, не через заправки, например, не через шиномонтажи, через группу ВКонтакте. С частных лиц, да, все так. Но это хорошо или плохо? Да, как хорошо? Достаточно или нет? Думали вы о том, чтобы как-то изменить систему сбора шин? Думали, но чуть-чуть попозже. Сейчас пока мы все-таки запустились недавно, сейчас отлаживаем все производство, то есть как это все должно выглядеть. А как хотелось бы? Хотелось бы лучше всех. Чтобы собирали шины, как хотелось бы? Есть видение? Видение есть, да. Расскажите. Ну, хочется, конечно, организовать не без помощи администрации какие-то централизованные пункты приема шин от физлиц, да? Какие-то, может, контейнера или какие-то, ну, согласование мест их установки, чтобы каждый человек смог прийти и бесплатно оставить там шину. Я здесь вижу риски. Но здесь только сложность. Если с юрлиц вы берете деньги, то юрлицы будут как частное привозить и оставлять в этом месте. Нет, ну, это уже детали, это можно будет продумать. Все, пока такие наметки, такие заметки есть. Компании, которые продают шины, нельзя ли с ними заключать договоры, чтобы они же и принимали, и сдавали? Это можно, да. Но опять же, как раз стоит вопрос в логистике доставки с этих контейнеров, скажем так, да? До площадки. То есть вот этот момент остается, еще открытый будет. Ну, я-то вижу, вот, если мы обращаемся к батарейкам, которых сегодня пойдет речь, то мы знаем, или там к стеклотаре, то мы знаем, что тот, кто продает, тот обычно собирает и поставляет. У нас нет такой системы. Нет. Вы стесняетесь, похоже, там присутствие министра, что ли? У вас такой шанс, пришел министр, есть возможность с ним это дело обсудить. Ладно, хорошо, и тогда с теми же самыми вопросами, ну, Наталья-то Михайловна, чувствую, готова к этим вопросам была. Сейчас коллегу по полимер-песчаной плитке. У вас где проблемные зоны, есть ли какие-то предложения по оптимизации процессов, которые требуют внешнего изменения? Скорее, просьба, а не предложение, да? То есть что можно было бы сделать с участием муниципальной власти, региональной власти? Если есть такие мысли, да. Проблема первая по стране, это, конечно, снижение покупательской способности населения, последние два года особенно чувствуется. Ну и второе, это отсутствие мусороперерабатывающего сортировочного завода у нас в регионе, который бы уже нам сырье просто, просто мы бы у него покупали. Почему эта проблема? Что решало бы наличие хорошего мусоросортировочного завода? Ну, скажу, мусором стали последние два-три года заниматься в стране, мусора стало меньше для нас, как сырья, и мусор стал дорожать. Как бы это ни банально звучало, его сейчас не хватает у нас в области, даже мои конкуренты покупают за территорию области мусор, сырье, отходы к той же пленке. А как так получается, что покупать за территорию области сырье дешевле, чем в Кировской области? Во-первых, его физически меньше стало. Потому что он вывозится на полигон. Почему его стало меньше? Он вывозится в другие регионы, Москва, Питер. А крупные производства, а Москва, Питер, там и потребление выше, а покупательская способность выше. Крупное производство и закупочная цена в связи с этим растет. И Кирову для развития своих производств не хватает. Я когда говорил с Константином Гончаревичем перед эфиром, возможно, что он у нас на связи сегодня будет, он сказал, что заниматься этим стало менее выгодно. Он занимается уже не первые десяток лет приемом бумаги и пластиков. И связано это с тем, что сильно упала стоимость сырья, именно закупки сырья, которые он принимает от населения, от организации и затем крупным переработчикам отдает. Мы вчера разговаривали с Олегом по поводу того, какой материал на самом деле в таком производстве, как полимер песчаная плитка, вообще может использоваться. Есть добросовестное отношение, когда ты используешь чистый материал сразу же от поставщика, как мы привели пример с Глобусом или с любой другой сетью. А есть не очень добросовестное, это когда берут мусор, реальный мусор со свалки. Есть такое? Расскажите тогда, в чем там проблема, почему нельзя брать мусор со свалки? Ну, неизвестно, откуда этот мусор, что в нем. Что в нем, какие примаси чистые, он не чистый, какой состав и так далее. Но люди пользуются этим, потому что это дешевле. Это дешевле, естественно. Это такой, получается, все-таки серая схема. Серая схема, да. Его не надо сортировать, он дешевле, да. Еще раз, наличие мусоросортировочного завода, что бы решало? Как бы это, на ваш взгляд, работало бы? Ну, сырье оно уже будет, как-то сказать... Разделено по фракциям, да? Разделено по фракциям, по даже цветовой гамме. Удобнее будет. Ну, и здесь понятно, есть лицензированный, легальный большой завод, где все понятно, что они принимают и что они отдают. И все цепочки отслеживаются. И таким образом серые схемы уходят. И хорошо бы, чтобы каждому большому полигону такой сортировочный завод был привязан. Вот, кстати, по серым схемам, а пластик, он на сегодняшний день в него закладывается НДС или он пока, в отличие от бумаги, там не облагается НДС? Тут есть разные схемы. Например? Кто как пользуется? Кто как пользуется, да. Понятно. Вот видно, что люди в первый раз в нашем эфире не все озвучат. Наталья Михайловна, мы с вами когда созванивались, обсуждали действительно очень важные вопросы. Во-первых, есть ли у нас информация, какое количество, ну, такая уже сведенная информация, какое количество легальных, а может быть и нелегальных предприятий по вторичному использованию сырья или по использованию вторичного сырья в переработку количества продуктов в Кировской области существуют. Крупные они, средние они, маленькие ли они? Чем они занимаются? Ну, вы знаете, вот, к великому сожалению, такой статистический портрет дать невозможно. Потому что в зависимости от той категории, про которую мы будем говорить, каждый из этих отдельно взятых переработчиков, он будет попадать в какой-то определенный вид деятельности. Если, например, утилизация что-то в области деревообработки, он, к сожалению, улетит туда. Если это будет связано с теми же шинами, это тоже где-то будет около вот той сферы. И поэтому такой отдельный вид, портрет такой среднестатистический, кировский переработчик, так скажем, небольшой бизнес с точки зрения утилизации вот этих всех отходов, наверное, представить пока невозможно. Но что я бы хотела сказать? Мы в рамках своей работы, так или иначе, с этими видами бизнеса встречаемся. И в центре «Мой бизнес», в центре «Кластерного развития» у нас есть обращение как раз от компаний, которые бы так или иначе хотели бы заниматься этой темой. Причем сфера интересов – это от переработки продукции жизнедеятельности животных, потому что это тоже тема, это тоже загрязнение, это просто не от человека. И тяжелое загрязнение. И тяжелое, и в области, так скажем, всего того, что сейчас происходит с точки зрения экологии, безотходного, качественного, чистого производства, это тоже тема особенная, до каких-то небольших переработчиков, аналогичных видов. Я была вот на… года два назад я была на похожем производстве, как у Олега, и да, я действительно, и тогда предприниматели озвучивали сложность в том сырье, пищевой пленке, которую мы получаем на сегодняшний момент. И основная, наверное, задача еще заключается, вот мы видим, чтобы вот этот поток был стабильный и понятный. Просветительская история, вот как ни парадоксально звучит из-за моих уст, как министр экономики, но это очень серьезный аспект. И сейчас прервемся на полторы минуты и продолжим разговоры в нашем эфире. Будем подключать Владимира Мацука, батарейки Челябинск, там тоже, потому что очень много вопросов про сознание и просветительство. Сдавайте батарейки, а куда? Да, а куда? А кто способен принять? Единственное большое производство в Челябинске, довези-ка до Челябинска, кто платит за логистику? И потом продолжим обсуждать с тем, что в Кировской области, потому что отсутствие портрета бизнеса в сфере ресайклинга, это значит, что нет по ресайклингу конкретно нормальной системной работы, юридической базы, которая стимулировала бы развитие таких производств. Перерыв. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Итак, мы сегодня в программе «Разворот на бизнес» идем по мусорному кругу. Олег, как всегда, мне нравятся, какие заголовки для нас придумывает. Идем по мусорному кругу и обсуждаем с бизнесом, и обсуждаем с министром экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Натальей Михайловной Кряжевой. В каком состоянии сейчас находятся представители отрасли ресайклинга, еще раз, переработки в новый продукт, продукт уже использованного сырья. И чего нам не хватает для того, чтобы эта отрасль процветала действительно, потому что мы говорим о разумном потреблении, осознанном потреблении, мы говорим о том, что ресурсы не бесконечны, и мы говорим о том, что наша страна лет на 60 отстала от передовых европейских и американских стран, которые этим вопросом уже тогда задались и сейчас работают. Прошу прощения, Света, еще одна составляющая, можно организовывать раздельный сбор и говорить людям, что все, мы стартовали раздельный сбор мусора, если люди будут видеть, что действительно система работает, и мусор идет не на полигон, который они разделили, а идет уже на дальнейшую переработку, и вот есть товары народного потребления, которые используются отсортированные одно без другого работать не может. Никак. Поэтому мы сейчас зададим вопросы Владимиру Мацуку, генеральному директору компании Мегаполис Ресурс, он с нами на связи, из Челябинска. Владимир, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Ну, вы знаете, Владимир, когда мы обсуждаем батарейки, а у нас сейчас на столе в студии батарейки. Немного, но есть. Немного, но есть, да, это, кстати, новшество в нашем офисе. Мы идем к вам тогда. Да, вам позвонят сегодня, кстати, нам уже звонили перед эфиром и просили контакты. Нам люди говорят, окей, мы приносим в офис батарейки, а куда дальше? И дальше люди говорят, до Челябинска далеко, а предприятие единственное вообще там в стране, которое перерабатывает на серьезной бизнес-основе батарейки. Пару слов о том, как возникло ваше производство, его объемы, сколько вы работаете? Само предприятие работает, что уже сейчас, 2020, больше 16 лет, но создавалось для переработки отходов, содержащих всякие полезные компоненты, драгметаллы, цветные металлы. Вот, а часть батарейки возникла как ответ на запрос активистов до всех реформ, до нацпроектов, раздельный сбор мусора, который там неугомонные граждане отдельно совершали, вот, приводил к накоплению батареек, и в числе, знаете, обращений, которых там бывает два-три в месяц с разным сырьем, было в том числе и батарейки. Вот, соответственно, не было, наверное, этим и объясняется, почему нет мощностей других, потому что изначально под батарейки нет смысла создавать крупное производство, а вот адаптировать существующее нечто, конечно, можно. Как вы считаете, нацпроекты, которые сейчас появились в сфере экологии в том числе, они как-то повлияют или уже влияют на создание таких видов бизнеса по переработке вторичного сырья? На вас повлияло как-то это, на ваше производство? Объективно нет, внимания, конечно, намного больше к этому стало, по большому счету это же в основном направлено на ТКО в широком смысле слова, батарейки вы даже если выбрасывать перестанете дома, начнете хранить, в течение года, двух, трех, они не будут занимать времени и внимания, да, если вы не будете выбрасывать бытовой мусор в течение пары недель, это уже будет более заметно, поэтому, я думаю, также и реформа, вот, она в основном ориентирована на массовые, объемные отходы, вот, а батарейки скорее именно орицательные. Подскажите, вот, сейчас говорили с гостями в студии, у нас переработчики шин, переработчик пластиков полезные, ну, не переработчик, да, полезные какие-то вещи, одна из проблем является отсутствие постоянного притока сырья для переработки, какого-то такого ритмичности поставок, да, у вас насколько там производство загружено и насколько эти поставки они там хаотичны или они уже целенаправленные есть система? Я вас понял, ну, это же два разных бизнеса, собрать и переработать, если посмотреть на рынок, который приводит к образованию отходов, да, та же самая торговля розничная, B2C, есть производители, есть ритейл, это совершенно разные бизнесы, между ними там бывает, конечно, мистикальная интеграция, но в основном глубокая пропасть, вот, так и здесь, так и здесь отдельная работа по сбору, отдельная работа по переработке, но мы стараемся нивелировать объемы, то есть, когда есть прогнозно видимые где-то провал, скажем, впереди в поставках, ну, апеллировать начинаем к активистам, вот, потому что есть объемы, которые спонтанно копятся, и, конечно, пытаемся выстроить плановую работу. Вы сами ищите поставщиков, или они на вас выходят и предлагают уже определенные объемы? Ну, и так, и так, в основном, конечно, они выходят. Ну, вот на вас, скорее всего, в ближайшее время выйдет Василий Васильевич Зонов, по крайней мере, он брал у меня сегодня телефон, у нас такая история, в Кировской области очень распространены ларьки со свежей питьевой водой. Они по-другому реагируют. Да, он большой молодец, кстати, у вас. Вы в этом смысле уникальные и странные в хорошем смысле слова. Ну, серьезно, потому что это пример, когда уже построена системная работа по ритейлу, то есть даже по продаже воды, помножена на сбор по той же самой транспортной схеме, да, по той же самой логистике. В целом, для общества это самое эффективное решение. То есть когда используются существующие логистические каналы для сбора отходов обратно. Поэтому у вас я могу ответственно утверждать, что это первый в стране такой пример. Вы имеете в виду то, что сейчас Зонов стал собирать батарейки в своих ларьках, да, там висятся такие блоки специальные, и ты идешь за водой и сбираешь. Ну, что же там? Да, ты идешь за водой и одновременно выкинул батарейку тут же. Да. Не забыл. А он с вами уже связался, если не секрет? Или это вы уже созвонились, как быстро все сегодня утром происходит. Хорошо. Но тогда хочется понять, с точки зрения логистики, какие-то объемы уже проговаривали? Вот из Кирова в Челябинск везти батарейки, где здесь экономика? Из Кирова в Челябинск нет. Вот. А накапливать объемы и попутным грузом собирать, да. Дело в том, что, смотрите, их всего в стране продается в год 22 тысячи тонн. Так что при собираемости там даже 5 процентов это чуть больше тысячи тонн. То есть в любом случае объемы небольшие. Вот. Это, опять же, второй аргумент, почему нет массовой застройки переработчиков, потому что нет объема собираемого. а для вас что-то вот ваш бизнес что тормозит в развитии конкретно вот из всех факторов, которые вы перечислили? Что это тормозит? Вы знаете, тут, мне кажется, желание пятилетку даже за три года за квартал выполнить с проектом экологии. не занимались, не занимались, потом все должно внезапно взрасти. Я вижу статистику там или динамику, как это развивалось по, ну, в нашей части, по батарейкам, да, когда там 20-25 лет нужно было для того, чтобы выйти на собираемость 50 процентов. В западных странах? В западных странах потребовалось столько времени. Да, 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 да. Все нормально. Есть, естественно, хоть и вещей, есть, ну, общий какой-то образ гражданина России, а на самом деле это очень разные люди. Кто-то раздельно сортировал и собирал вопреки вообще всему, да, при отсутствии инфраструктуры, при отсутствии поддержки на каком бы то ни был уровень, просто потому, что считали, что так нужно. А есть люди, которые даже под прессом штрафов и пиара повсеместного все равно не будут этого делать. Так что, нормально все. Это каждодневная рутинная работа. В таком случае хотелось бы понять емкость вообще рынка в вашей сфере. Есть ли потенциал для вхождения в сферу переработки, например, батарейки, батарейки новых игроков? Как должны распределяться предприятия по территории такой огромной страны? Отдельно под батарейки нет, потому что у нас слишком большие расстояния и очень мало населения. Поэтому, я думаю, примерно такая же структура и останется. Может быть, у нас появятся партнеры либо наши из цеха предварительной подготовки на местах сортировки. Потому что, опять же, батарейки это собирательное имя, туда относятся аккумуляторы разных типов, и сами батарейки тоже разные, первичные. Поэтому, очень важная часть их переработки еще и сортировка. Я думаю, что это будет дальше развиваться совместно с ритейлом. Владимир, а батарейки относятся к какому классу опасности? Как отходы? В зависимости от типа, второй, третий. Второй, третий класс опасности. Спасибо большое. Владимир Мацуг, генеральный директор Мегаполис Ресурс, и Челябинск, переработка батареек. Но, Владимир говорит, что это цивилизационным путем мы пойдем. Хотя, конечно, перед Россией стоит задача сделать рывок в этой отрасли тоже. Насколько это будет возможно, мы посмотрим, нам жизнь покажет. Сейчас у нас остается буквально полторы минуты до завершения эфира. Наталья Михайловна, кряжевые слова прервались как раз для того, чтобы с Челябинском связаться. Я, знаете, что хотела сказать? Как раз недоговорила принципиальную историю вот какую. В рамках работы вообще с бизнесом на местах действительно встречаются предприниматели, которые готовы заниматься. этим вопросом. Вопросом переработки мусора, разделения мусора и на хорошем уровне. И инновационные разработки тоже используют. Сейчас перед нами стоит задача вообще как инновационный бизнес переработку не снимать со счетов однозначно, а понимать, что это точно в тренде, это точно должно быть. Но, коллеги, если мы не будем своих детей приучать сортировать мусор, это будет всегда для нас очень большим вопросом и очень большая проблема. Это взаимосвязанные процессы, можно сортировать, когда ты понимаешь, куда ты потом с этим сортировал мусором. Сейчас детки понимают уже у нас, да, они понимают про сбор макулатуры и слава богу, что это осталось. Но нужно учить весь бытовый мусор сортировать. Да, никто, кроме как мы с вами как родители это не сделает никто лучше, чем мы не покажем своим примером. Да мы научим Наталью Михайловну. Вопрос, куда пойдет это все. Да, вот в этом проблема, в этом история. А мы уже с ваших слов понимаем, что по крайней мере в нашем регионе, что-то мне подсказывает, что и в других, не считая центральных, где покупательская способность выше, значит производство оправдано и прочее. Пока этой картинки системы бизнеса в ресайклинге четко нет. ее просто нет. Прервемся сейчас на новости, тематические программы рекламы. Попрощаемся с Натальей Михайловной Кряжевой, а продолжим нашу программу «Разворотный бизнес» в начале следующего часа.